Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались темы. Обновленный декрет номер три заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Стартап одного из резидентов Гомельского технопарка вышел в финалисты республиканского конкурса инновационных проектов. Обзавестись домом предлагает фонд Гомель об имущество. 25 объектов выставлено на аукцион, который пройдет 9 января. А теперь об этом и не только подробнее. В Беларуси с 1 января поднимут размер базовой величины. Этот показатель вырасти до 24,5 рублей. Предыдущее повышение было 1 января этого года с 21 до 23 рублей. С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты, пособия, стипендии, так и штрафы. К другим новостям. Обновленный декрет номер три о предупреждении социального иждивенчества заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Как сообщил вице-премьер Василий Жарко, предусматриваются два механизма реализации норм декрета – экономический и административно-управленческий. Вице-премьер напомнил, что в Беларуси создаются дополнительные условия для реализации предпринимательской инициативы – стимулирование занятости. В этом направлении уже принят ряд документов, которые позволяют либерализировать условия ведения бизнеса. Кроме того, на местные органы власти возложена обязанность по созданию новых рабочих мест, доведены соответствующие поручения. Таким образом, государство создает условия для вовлечения граждан в трудовую деятельность, а в отношении тех, кто может и должен работать, но не хочет, будут включаться экономические рычаги. Это предусматривает возмещение 100% затрат по тем услугам, которые определит правительство, пояснил вице-премьер. Правительству отведен первый квартал следующего года для разработки перечня таких услуг, чтобы неработающие граждане, которые обязаны возмещать, понимали, за что они будут платить. Также правительство определит критерии отнесения к плательщикам. Продолжаем выпуск. Налоговый кодекс Беларуси будет масштабно переработан. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Правительство уже в январе сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку кодекса. По требованию президента он должен быть простым и понятным, но главное, способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйства не искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств. Идем дальше. Который создает беспрецедентные условия для развития IT-отрасли и дает серьезное конкурентное преимущество стране в создании цифровой экономики 21 века. В продолжение темы развития технологии. Стартап одного из резидентов Гомельского технопарка вышел в финал республиканского конкурса инновационных проектов. Его провел Государственный комитет по науке и технологии. Юрий Ташкинов изобрел мобильное приложение «Рабус», которое будет экономить время и деньги жителей Гомеля. Цель – собрать максимальное количество юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги. Причем практически в любой сфере. От починки телефона до ремонта автомобиля. Пользователь скачивает приложение и при возникновении необходимости получить какую-то услугу делает электронный запрос. Он отправляется к соответствующим мастерам, и они, в свою очередь, связываются с заказчиком. По мнению разработчика, выгодно для обеих сторон. Пользователю не нужно искать необходимого специалиста и обзванивать десятки мастерских. А к исполнителю, в свою очередь, приходят дополнительные заказы. Мы сейчас привлекаем исполнителей с помощью холодных звонков. Также мы к ним приезжаем, рассказываем о том, что есть такой новый сервис, который доставляет заявки прямо на телефон без посредников. Это дает им преимущество в том, что они могут экономить на рекламе, они могут экономить время на настройке рекламных кампаний, потому что, ну, когда в гуглите, сколько попадает, выпадает результатов, там, человек 10 или 20, и пользователь не будет обзванивать, там, даже пятерых. В таком случае, если вы оказались где-то на шестом или на седьмом месте в поиске, то вы просто не получите заявки. Наша система доставляет заявку от клиента в любом случае, независимо от того, сколько вы потратили на рекламу, независимо от того, где вы рекламируетесь, в любом случае вы имеете равные возможности получить заказ от клиента. Например, у нас есть заявки перепаять разъем зарядного устройства на телефон какой-нибудь Huawei, ну, из последнего. Заявка поступает всем исполнителям из категории ремонт телефонов и планшетов, они получают, и у них установлен на телефоне свое приложение, благодаря интерфейсу которого они могут буквально в три клика сделать свое предложение, не отвлекаясь на долгое разбирательство в интерфейсе. И это предложение поступает вам, и вы сразу видите, кто по чем готов отозваться. Скажите, вы вслед за кем-то, вот идея ваша, подсмотрели где-то в какой-то стране кто-то так делает, у нас кто-то так начинал, либо это оригинальная ваша разработка? Ну, вообще все мысли хорошие, они витают вокруг да около. Родилась идея просто у меня, потому что я ленивый человек, мне не нравится обзванивать незнакомых людей, задавать им одно и то же, может быть где-то выглядеть глупо в глазах профессионала. Вот, поэтому я решил сделать такое, буквально там в течение дня я в голове у себя набросал основные функции этого сервиса, продумал как оно может быть, ну а потом когда приехал домой, это было на даче, когда приехал домой, залез в интернет и решил поискать что-то из такого, что уже придумали. Я обнаружил, что в России есть похожий сервис, существует достаточно давно, работает в крупных городах и он достаточно популярный. Вот, поэтому я зарегистрировался в нем, плюс попутно еще пару сервисов, которые имеют похожий функционал и изучил их достаточно плотно, чтобы мой сервис был лишен недостатков тех сервисов, которые уже существовали. Наша съемочная бригада заглянула в первую попавшуюся мастерскую по ремонту телефонов. Мы решили выяснить, понравится ли такое приложение ее хозяину. Для обычного обывателя, обычного пользователя это необходимо, потому что это облегчает работу как самого клиента, чтобы не бегать по мастерским, так и людей, бабушек, дедушек, то есть и внуков, которые могут им помочь в этом плане, найти ближайшее мастерское расположение по километражу и по стоимости заказов, чтобы не бегать, не спрашивая, сколько где стоит, чтобы людям знать, какую сумму рассчитывать, сколько им времени накопить какую-либо сумму, чтобы отремонтировать телефон, который у них поломан. Сейчас в базе около 200 мастеров. Если реализация проекта будет удачной, его можно будет развивать и в других городах Беларуси. По поводу планов, пока рассчитана услуга на жителей Гомеля и мастеров, которые работают в Гомеле, но я думаю, что вы этим не ограничитесь и что-то уже запланировали о расширении этого проекта. Конечно, в ближайших планах выход в белорусские города с населением от 100 тысяч человек, а первое мы планируем это, конечно, Минск, ну а далее все областные центры Барановичи, Бобруйск, возможно, а в следующем году мы тоже охватим. Сейчас мы работаем над разработкой сайта, далее у нас разработка iOS-приложений для телефонов Apple и начинка многими полезными функциями, о которых мы пока говорить не будем, но эти функции облегчат жизнь многим потребителям и исполнителям. В наших планах наполеоновских, конечно, видение, видим будущее мы таким, что человек вместо того, чтобы гуглить или яндексить, просто закидывал все проблемы в рабус и получал все ответы необходимые на свои вопросы именно в нашем приложении или на нашем сайте. И последняя новость выпуска. Обзавестись домом предлагает фонд Гомель облимущества. 25 объектов выставлено на аукцион, который пройдет 9 января. К продаже предложены дома с жилой площадью от 24 до 96 квадратных метров. Они находятся в Калинковичском, Рогачевском и Реческом районах. В Калинковичском расположено 7 жилых домов и 14 блокированных на нескольких хозяев. В Реческом районе продаются 3 дома, а в Рогачевском – 1. Начальная цена колеблется от 1700 до 12 тысяч рублей. Прим. заявлений для участия в аукционе завершится 5 января. Дополнительная информация есть на сайте фонда Гомель облимущества. Ее можно получить и по номерам телефонов 70 36 43 или 70 38 49. На этом у меня все. Наша съемочная бригада поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Мы желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, достатка, мира в семьях, душевного покоя, уверенности в завтрашнем дне. До встречи на телеканале Беларусь 4 Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова